Здравствуйте! В эфире программа «Медицина 21 века». Новости и полезная информация о здоровье и красоте. Новости и полезная информация о здоровье. Всех ядовитых существ. Кирилл Геннадьевич Коростылев, заведующий отделением токсикологии Тысячекочной больницы. Согласно справочникам, в нашем крае встречается 10 видов змей. Ядовитых три. На севере Приморья – это сахалинская гадюка, а на юге – два вида щитомордников. Каменистый – сейчас его называют средний. И восточный – новое название уссурийский. Щитомордник не обладает ядом, который убивает на месте и так далее. Люди от щитомордника могут умирать только при наличии анафилактического шока. Так же, как любого медикамента, аллергии и тому подобное. Наелся кальмара и помер на берегу моря. И такое может быть. То есть это называется анафилактический шок. Сам по себе яд щитомордника не является смертельным. Не надо ничего. Не резать рану, не отсасывать из неё, ни в коем случае не накладывать жгут. Потому что этот яд, концентрация яда, потом ногу отрежут или руку отрежут. То есть не надо ничего делать. Надо прекратить двигать повреждённой конечностью. Если человек один, значит он мастерит себе палку и пытается как-то тихонечко-тихонечко перебираться. Или вызывать экстренных служб и так далее, и так далее, и так далее. Первая помощь, она очень простая. Есть перекись, обработайте, допустим, потому что змея это грязная, она всегда несёт столбняк. Перекисью можно обработать раны. Это максимум, что можно сделать. Если она кровит, забинтовать и всё. Чем больше вы двигаете мышечным массивом, тем дальше распространяется яд. Всё. Это основной закон. Ядовитые змеи не так агрессивны, как многим кажется. Яд необходим им для умерщвления добычи и для защиты, но не для нападения на человека. Как еда мы им не интересны, слишком крупные. Эта змея опасается того, что станет нашей добычей. И кусает она тогда, когда чувствует себя, что называется, загнанной в угол. Чем ближе к лицу укусил, тем, естественно, это опаснее. Поэтому человека положить и нести аккуратно до первого ближайшего медпункта в идеальном варианте в приёмный покой нашей больницы. Если вы доехали до какого-то медпункта, в обязательном порядке заставить их позвонить или на медицину «Катастроф». У них есть телефоны или в наше отделение, которое 32, 56, 44. Ну, двойка впереди. И проконсультироваться. И в обязательном порядке, чтобы тот человек, который имеет фельдшерское или медицинское образование, обязательно проконсультировался. Телефон круглосуточный. На этом телефоне всегда есть или реаниматолог, или токсиколог. То есть всегда кто-то есть. Специалисты говорят, при встрече со змеёй нужно соблюдать определённые правила. Если щитомордник полагает, да-да, именно так, что вы его не заметили, он будет лежать неподвижно, пока не пройдёте мимо. Но если змея посчитает, что её заметили или ей угрожает опасность, то она начинает предупреждать о своём присутствии шипением и постукиванием кончиком хвоста. Принимает S-образную форму. Может даже сделать несколько ложных выпадов, пугая человека, но не собираясь растрачивать яд впустую. Интересный факт. Герпетологи говорят, что полозы и ужи активно копируют приёмы ядовитых змей, надеясь отпугнуть врага. Могут тоже постукивать кончиком хвоста, делать устрашающие выпады, а узорчатый полоз может даже раздувать голову так, чтобы она имела треугольную форму, как у щитомордника. Кирилл Геннадьевич говорит, что показаться врачу необходимо даже если человек уверен, что укусила точно не ядовитая змея. В целом, наибольшую опасность такие истории представляют для людей с аллергией на белок. Им жизненно важно для оказания первой помощи иметь с собой специальные препараты. Если у него не будет с собой ампула адреналина, то вполне возможно и смерть. Человеку, у которого есть аллергия на белковую пищу и так далее, он обязан с собой это делать. Единственное, что его спасёт, когда разовьётся анефилактический шок, это будет введение адреналина, ничего другого. Если у человека никогда не было этого, то есть, как все мы, вот я не знаю, на что у меня есть аллергия или нету, дай бог ни на что не будет. Просто человек, который уже знает о том, что у него на что-то есть аллергия, на белковую пищу, потому что яд – это белок. Если у него есть на яичный белок, если у него на крабы, на икру, то есть на морепродукты, есть рождённые генетические дефициты, допустим, когда он знает, что у него на белок аллергия, естественно, человек должен запасаться, и эти люди всегда всё знают. И поверьте мне, умные эти люди всегда с собой носят и гормоны, и адреналин. Более осторожными следует быть и людям с серьёзными сердечно-сосудистыми заболеваниями и всегда носить с собой свои кардиологические препараты. Как вы думаете, кто чаще становится причиной аллергии у человека – кошки или коты? А может ли аллергия на что-либо проявиться во взрослом возрасте? И как понять, насморк от того, что простудился, или это аллергический ренит? Спросим у профессора. Рубрика «Интервью». Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Спасибо, что согласились с нами встретиться. Очень много вопросов к аллергологу-иммунологу. Вот скажите, пожалуйста, в 21 веке люди стали более аллергичными, чем, допустим, 20 лет назад или ещё более продолжительный период раньше? Вы абсолютно правы. В 21 веке люди стали более аллергичными. И Всемирная организация здравоохранения считает, что к 2050 году большая часть населения планеты будет страдать тем или иным аллергическим заболеванием. В городе аллергии страдают люди больше, чем в сельской местности. Почему вообще возникает реакция вот такая аллергическая организма? Вот что за механизм? Расскажите. Аллергия – это гиперчувствительность, то есть избыточная ответная реакция иммунной системы на какое-то чужеродное вещество, чаще всего белок. То есть иммунная система борется с этим веществом как с патогеном, то есть пытается защитить нас. И, собственно, иммунная ответная реакция избыточная и повреждает наши ткани. Если сказать образно, аллергия – это борьба иммунной системы с ветряными мельницами, то есть избыточный ответ на какой-то неопасный антиген, например, на пыльцу растений. На первом месте стоит аллергия к домашней пыли и, в первую очередь, к клещам домашней пыли, к продуктам и жизнедеятельности. Затем это аллергия на эпидермальные антигены, кошку, собаку, на пыльцу растений. Пищевая аллергия, да, она достаточно имеет высокий удельный вес в детстве, в раннем возрасте, но во взрослом возрасте пищевая аллергия имеет минимальное значение. Кстати, про пищевую аллергию. В детстве часто у деток бывает аллергия на лактозу. Может ли она с возрастом пройти, и человек спокойно пьёт себе молоко столько, сколько хочет? На лактозу аллергии не бывает, это углевод. Аллергия бывает на белки коровьего молока или какого-то другого молока. И наиболее опасный с точки зрения развития тяжёлых осложнений – это казеин, который не разлагается ни при сквашивании, ни при кипячении, и на него бывают очень тяжёлые аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока или анафилоксии. Есть также аллергия на альфа и бета-глобулины. И когда мы говорим, что есть аллергия на молоко, это вопрос, аллергия ли это? Или это пищевая непереносимость, то есть ферментопатия? То есть, отвечая на ваш вопрос, если в детстве была непереносимость лактозы, возможно, ферменты созрели, да, то есть произошло созревание систем, и в последующем может быть нормальная переносимость молока. Либо, если это была истинная аллергия, например, на казеин, то в таком случае она может никогда не пройти, и этому человеку никогда нельзя будет использовать молоко. Я знаю, что очень многие люди страдают от полинозов, реакции, аллергической реакции на цветение растений, трав, деревьев. Это очень распространённая аллергия, и, собственно, она известна со времён ещё Галена и Авицены. Для нашего региона это также характерно. Сейчас уже, конечно, деревья отцвели, скоро будет полынь, амброзия, лебеда, а сейчас цветут злаковые травы различные, поэтому на них может быть аллергия. Для Приморья наиболее характерна аллергия на Тимофеевку, полынь и амброзию. И может проявляться конъюнктивальным синдромом, то есть слезотечением, ринареей, заложенностью носа, чиханием и так далее. Люди, которые знают, уже и сталкивались, они, наверное, себя как-то готовят, да? Там же существуют профилактические мероприятия. Безусловно, существуют профилактические мероприятия. Не нужно в период пыления, то есть цветения этих растений, гулять рано утром, находиться там, где много этой травы. Почему рано утром? Потому что пылит период пыления растений больше утром и вечером. Кроме того, если они ездят в машине, обязательно не ездить с открытыми окнами. Выходя на улицу, нужно одевать очки и шляпу, и желательно закрытую одежду, а приходя домой умываться, желательно мыться прямо с головой, полностью умываться, прополаскивать нос, рот, и это будет удаление аллергена. Кроме того, если пациент уже знает, человек уже знает, что у него аллергия, он должен принимать препараты симптоматические, патогенетические. За какой-то период времени. Как правило, он чувствует, что идёт ухудшение. Нужно иметь в аптечке препараты антигистаминные. И эти препараты нужно, безусловно, использовать не первого поколения, а современные препараты. А может такое вот, что вот я живу-живу, аллергии нет, нет, нет никакой, а потом раз, и вот появилось на что-то, на крабы, например, или на амброзию. К сожалению, аллергия – это не только детская проблема, она может появиться в любом возрасте. Это ошибка иммунной системы. Возможно, перенесённые вирусные инфекции, возможно, какое-то воздействие, большое количество аллергенов. Например, может быть и такое. Например, у человека была аллергия на пыльцу берёзы, когда-то в детстве, допустим, да, а во взрослом возрасте вдруг появляется аллергия на яблоки. За счёт перекрёстной аллергии, может быть, у человека появится аллергия на яблоки, либо может появиться аллергия на пыльцу. То есть, к сожалению, это бывает. То есть, это какой-то сбой? Это сбой. И это с этим пациентом нужно разбираться, смотреть, истинно аллергические это заболевание, или псевдоаллергическое, оно и такое бывает. На те же крабы, на те же какие-то морепродукты бывает и псевдоаллергическая реакция. Как это псевдо? Псевдо – это когда нет иммунных механизмов, когда это за счёт недостатка фермента может проявиться как аллергия. Тут нужно дифференцировать, и это может сделать только врач. Елена Владимировна, а какие сейчас методы считаются самыми современными? В диагностике аллергии я имею в виду. Вообще, в аллергологии диагностика 80% – это всё-таки анамнез, и правильно собранный анамнез семейный, жизни и болезни этого человека. То есть рассказ пациента, да? Да, правильный рассказ. Далее есть специфические тестирования, и, безусловно, и кожное тестирование сохраняет свою актуальность, в том числе и скорификационные кожные тесты. Какие-то насечки, да. Прик-тесты, да. Прик-тесты или тест-уколом есть ещё более правильно считается. Но и есть лабораторная диагностика. Особенно в период клинических проявлений мы не используем никакие накожные тесты, да, или внутрикожные, или скорификационные тесты. Мы используем лабораторные тесты. Это специфические иммуноглобулины и более современный метод, так называемая фадия-диагностика или компонентная диагностика, которая широко используется, в том числе и в нашем городе. Здесь мы не отстаём от всего мира. Можно ли натренировать иммунитет? Безусловно, тренировка иммунитета происходит, начиная с детского возраста. И одним из основных методов тренировки иммунитета является перенесение заболеваний различных и вакцинация. Что касается взрослого, то специально тренировать иммунитет с точки зрения использования каких-то иммуномодуляторов просто так, необоснованно, совершенно не нужно. Но вот вы сказали, что иммунитет формируется в период, когда ребёнок растёт, он переносит различные заболевания, и иммунная система развивается. Значит ли это, что есть часто болеющие дети? И у них выходит, что иммунитет ещё сильнее натренирован? Они же бесконечно борются с болезнями? Ну, наверное, это не совсем так. Дело в том, что наш иммунитет подразделяется на врождённый и адаптивный или приобретённый. Врождённый иммунитет, он передаётся детям от родителей гометными генами. И как раз-таки дети, у кого более слабый врождённый иммунитет, как правило, более часто болеют. Т-клеточный иммунитет, репертуар генов Т-клеток, Б-клеток, он должен сформироваться у каждого из нас в процессе жизни. И ребёнок должен болеть. Если ребёнок до школьного возраста болеет до 8 раз в год, это считается нормой. Вот если больше он болеет, либо если он болеет 6-8 раз, но долго, затяжно, то есть практически… Одна болезнь в другую перетекает. Да, одна в другую, с требованием антибиотиков назначения, тогда нужно разбираться с таким ребёнком. 6-8, норма, это получается всего 12 месяцев в году, это по сути через месяц он болеет. И это может быть нормой. Это нормой. Если ребёнок болеет в течение недели и без тяжёлых каких-то проявлений, это вариант нормы. Это до какого возраста такой вариант? Как правило, до 6 лет. А потом что-то они перерастают в детки, да? Как раз они накапливают, успевает сработать вакцинация, успевает сработать свой адаптивный иммунитет, и дальше дети не болеют. А аллергия передаётся по наследству? Может такое быть? Аллергию нельзя назвать истинно наследственным заболеванием. Но это генетически обусловленное заболевание. Если болеет мама, то вероятность заболеть аллергией 25-35%, если папа чуть ниже, до 25-15-25%, а если оба родителя, то тут уже вероятность заболеть 75-80%. Но что касается аллергии, передаётся не тип болезни, да? То есть если мама болеет, допустим, бронхиальной астмой или атопическим тяжёлым дерматитом, это не значит, что у ребёнка будет бронхиальная астма, а передаётся тип реагирования, то есть избыточная гиперреактивность на какие-то вещества. Стоит ли ребёнка чересчур опекать, оберегать от всех микробов окружающих нас? Существует такая гигиеническая теория, которая чутко доказывает, что дети, которые живут в сельской местности, где меньше чистоты, где меньше используют различные моющие средства, где есть животные, меньше страдают аллергией, чем дети городов. Именно поэтому нужно давать ребёнку пробовать всё. Я не против того, что руки нужно мыть, безусловно, их нужно мыть, и этому нужно учить. Как бы бесконечно защищать руки и бесконечно особенно мыть специальными антибактериальными средствами, распылять их в доме совершенно не нужно. Можно от аллергии избавиться вот раз и навсегда? Да. К сожалению, золотой таблетки или золотого укола не существует. Аллергия – это изменённая реактивность, гиперреактивность. Но воздействовать на эту изменённую реактивность можно. В первую очередь, в период проявления клинических используют различные средства, в том числе антигистаминные. Во-вторых, имеется такой способ патогенетической терапии – это аллергеноспецифическая иммунотерапия. Когда мы учим иммунную систему спокойно реагировать на этот антиген, на очень маленькие дозы этого антигена. Вот эта аллергеноспецифическая иммунотерапия, она ещё называется Асид, её действие подобно вакцинации. То есть, когда мы переключаем тип иммунного ответа, и в итоге организм более спокойно реагирует на того же клеща домашней пыли. Уточните, пожалуйста, вот эта терапия, как долго её нужно принимать, и на какой период времени хватает этой так называемой вакцины? Аллергеноспецифическую терапию применяют долго. В этом её, наверное, одна из проблем, потому что это ответственность в первую очередь родителей ребёнка, который проводит эту Асид терапию, или взрослого, который берётся за эту терапию, несколько лет, от двух до трёх лет минимум. Хватает её по-разному, и она, это, к сожалению, тоже не стопроцентная эффективность имеет. Иногда бывает обострение при этой терапии, поэтому проводится она под контролем аллерголога. В ряде случаев нам удаётся предотвратить развитие так называемого аллергического марша или атопического марша. Вначале это аллергический дерматит, потом аллергический ренит, потом астма. То есть если у ребёнка атопический дерматит был в год-два-три, потом это аллергический ренит. Используя эту Асид терапию, мы предупреждаем развитие тяжёлых форм аллергических заболеваний, что очень важно. Разрешите мне ещё развенчать один миф, о котором мне нередко говорят пациенты на приёме, когда особенно выявляется аллергия на эпидермис кошки или на белки кошки. Говорят, кошка у нас сфинкс, поэтому пусть она живёт, и шерсти нет. Шерсти нет. Какая аллергия? К сожалению, это не так. Аллергия не, собственно, на шерсть, а аллергия на белки, которые вырабатываются в сальных железах кошек. И у, допустим, сибирской кошки или персидской она будет на шерсти, а у сфинкса она будет на коже. А собаки вызывают меньше аллергии? Собаки, как правило, меньше, но это касается индивидуально. У кого-то может быть на собаку. Да, кошка более аллергичная. Ещё, наверное, давайте поговорим о таком мифе. Бывает ли аллергия на солнце? Да, действительно, аллергия на солнце бывает. И она чаще всего проявляется в виде фотодерматоза, то есть в виде красных зудящих элементов на коже, открытых участках лица. Защититься от него нужно специальными кремами, хотя и на крема бывает аллергия. Солнцезащитными? Солнцезащитными. Плюс, если человек знает уже, что у него бывает такая реакция в нашем регионе, либо когда он куда-то уезжает, ему нужно максимально не бывать на солнце в период самой агрессивного солнца, то есть это с 12 до 4, и в закрытой одежде ходить, шляпу носить и так далее. Вот говорят, у меня аллергия на солнце, потому что я на него чихаю. Вот выхожу на солнце, яркий свет, я чихаю. Это не аллергия, это миф. Когда яркий свет попадает у нас на сетчатку, то раздражается в том числе рефлекторная ветви тройничного нерва, это вызывает рефлекс чихания. Это не аллергия. Вот аллергия – это именно высыпание на теле. При пребывании на солнце, при купании очень часто бывает такое заболевание, развивается такое заболевание или обостряется, правильнее сказать. Это герпес. Солнце – один из мощнейших реактиваторов хронической герпетической инфекции. Почему? Солнце супрессирует противовирусную защиту. Вирус, который имеется у нас в нервных ганглиях, герпес у нас остаётся жить в нервных ганглиях, он выходит оттуда. То есть идёт реактивация собственного герпетического вируса. А если это проявилось, то лечить нужно не только местными средствами, и вовсе не зелёнкой, а противовирусными средствами нужно лечить. Кремом с противовирусным препаратом. И поскольку вирус потом уйдёт в нервные ганглии, то есть мы его не можем убить, мы должны сделать его дефектным. То есть это нужно и снаружи лечить, и изнутри. Изнутри таблеточки? Таблеточки, а снаружи крем, например. И, конечно, если герпес обостряется ежемесячно или два раза в месяц, и если это ещё генитальный герпес, то это повод обратиться к аллергологу-иммунологу, чтобы решить, вот тут могут быть нарушения иммунной системы, как гиперактивность, так и её недостаточность. Елена Владимировна, спасибо огромное за развенчанные мифы, за интересную, актуальнейшую информацию. Думаю, нашим зрителям будет это всё полезно для их здоровья, для детей. Спасибо большое, Ирина. Всегда рада ответить на ваши вопросы, всегда рада оказать помощь пациентам. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. У меня есть профессиональная мечта. Чтобы в старших классах школ и в колледжах проводились занятия для подростков на тему здоровья. Ведь как много вопросов у подрастающего мальчика, а сколько волнений и тревог у будущей девушки. Половое созревание, взаимоотношения полов. А один из самых волнующих моментов юности – это красота и прыщи, которые сопровождают большую часть подростков. И если их грамотно не лечить в юности, они вполне могут испортить жизнь в зрелом возрасте. Знаете, такими рубцами и пятнами. Грамотно это называется постакне. Для подростков и не только. Рубрика актуальна. В каком возрасте впервые может проявиться угревая болезнь? Это возраст 12-15 лет. В период, когда начинается гормональная перестройка организма. На сегодняшний день это бывает даже пораньше. Это может быть и 10-11, но все индивидуально. Основные факторы появления акне. У него есть патогенез, то есть это заболевание. И основное – это повышенная выработка сального секрета, гиперкератоз на коже, размножение бактерий акне, которые как раз дают вот это воспаление. И мы имеем воспалительный процесс на коже. Это генетически детерминированное состояние, способность выработки сального секрета и чувствительность сальной железы к гормонам. Это мы получаем как бы в наследство одного из родителей. Ну и фактор питания, конечно же, может усугубить. То есть, когда я говорю о том, что легкие углеводы, ими любят питаться бактерии, также может усугубить процесс нарушения ухода за кожей. То есть, так скажем, грязная кожа. Что могут сделать родители, чтобы у подростка не было прыщей? Внимательно относиться к ребенку. И нужно обратить внимание на следующие вещи. Во-первых, распространенность процесса. Это только лицо или еще другие части тела. Грудная клетка, спина. Во-вторых, глубина процесса. То есть, мелкие воспалительные элементы – это все-таки узлы. Количество воспалительных элементов. Завершаются ли воспаления образованием рубца и психоэмоциональный фон подростка. Очень важная вещь. Про самолечение и советы друзей. Нужно понимать, что, конечно же, в этом возрасте, скажем так, приоритеты или ценности совета друзей ценнее, чем советы родителей. Это точно. Вот. Но, может быть, нужно объяснить, что все-таки это заболевание. У него есть даже классификация, международная классификация заболеваний МКБ. Есть клинические рекомендации по лечению. И, конечно же, зачастую, если сразу начать правильно лечить, то можно избежать каких-то, так скажем, нехороших эффектов. Самолечение. И быстрее получить эффект. Как профилактировать угревую болезнь? Вообще профилактики нет. Есть просто лечение и есть возможность не перевести легкую форму в тяжелую. То есть примерно вот так. И хороший уход должен быть обязательно. Это чистая кожа и подобранные препараты. Современные методы лечения акне. Это назначение кремов. В помощь могут быть назначены пилинги. И в некоторых случаях, тяжелых случаях, тех, о которых я говорю, это может быть системная терапия. Это назначение антибиотиков, если это нужно, и системные литеноиды. Чистка – один из факторов, не основной. Он присутствует в процессе, в схеме лечения, но не больше. Как можно вылечить рубцы и пятна постакне? Что мы можем именно профилактировать в этом процессе – это именно постакне. Вовремя назначенное лечение может минимализировать образование рубцов, застойных пятен. И, конечно же, мы можем предложить лечение. Это в основном лазерные процедуры, химические пилинги и даже лазерная шлифовка или лазерный пилинг. Это уже на постакне рубцы и мезотерапии. Подросткам можно? С разрешением родителей. То есть в этом процессе будут обязательно родители участвовать. Их разрешение обязательно. До свидания! Будьте здоровыми и счастливыми! Это была программа «Медицина 21 века». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова